ну что ж привет летишки этот ролик будет немного необычным потому как я вам расскажу сегодня об онлайн игре если что я еще никогда не делал обзор на ммо хотя конкретно эта игра не такая уж ммо какой хочет казаться но об этом чуть позже сам я из ммо играл лишь perfect world очень давно на этом мое знакомство с миром онлайн развлечений было закончено в принципе я вряд ли по собственной воле просто так взял бы и полез на это непаханное мной поле но со мной связались рекламодатели и настояли на том чтобы я поиграл в их игру и сделал для вас обзор и даже дали эксклюзивные ключи и запретили публиковать материал раньше срока настолько вот тут все серьезно ребят ну почему бы и нет в конце концов контракт есть контракт и должен признать я мягко говоря доволен а говоря открыто до сих пор оторваться не могу и даже в процессе написания сценария я думал не о том как получить обещанный гонорар а как напишу его и наконец снова сяду погонять в паган точнее в пэган именно так называется игра это очередное детище компании madhead game а издателем вступает варгейминг думаю их вам представлять не надо и это к лучшему потому что я понятия не имею что о них говорить ни с одним продуктом у их авторства я не сталкивался как вы уже поняли обзорщик у нас тут дико подкован в этом вопросе да но зато я могу взглянуть на все это незамутненным взглядом прямо как герой фильма принцесса мононоки честно говоря так даже лучше я думаю вместо того чтобы как обычно досконально вгрызаться в процесс зубами и выискивать все мелочи каждого аспекта я просто спокойно играл и делал заметки возможно еще и поэтому я получил удовольствие и так игра пэган онлайн это мультиплеерная ролевая игра с изометрическим видом прямо как диабло прямо как вархаммер хаус бейна который я недавно делал обзор но в отличие от последнего в пэган все сделано на порядок лучше чему я честно говоря был приятно удивлен начинается игра с того что дядюшка гайль оказывается не погиб в dark souls 3 а просто переехал в другой мир и теперь работает библиотекарем на самом деле это хранитель знаний который и поведает нам историю мол все было хорошо все жили не тужили долгое время знакомая картина да пока вдруг какая-то неведомая сила не заставила богов исчезнуть троны в небесной канцелярии пусты и мир пошел по по приключениям собственно нам предстоит разгадать тайну их исчезновения и вернуть на троны перебив полчища супостатов на своем пути вступление сделано интересно наш герой погибает в первой же схватке однако в небесной канцелярии нашу душу перехватывают мол мы такие все героические не гоже нам умирать окончательно теперь мы духи по божественной воле возвращающиеся на землю и своей небесной гавани это наша хаб локация наши такие храм огня и должен сказать выполнен он очень атмосферно по всем параметрам и визуальным и музыкальным хотя это можно сказать в принципе о всей игре в целом но просто я очень люблю хаб локации сами по себе если у нас есть все необходимые торговцы кузнецы и прочее все будет открываться постепенно с продвижением по сюжету и ростом уровня пока же нам доступна лишь карта который отправляет нас на миссии вот тут и начинается веселье скажу сразу что игра в геймплейном плане не представляет из себя что-то особенное чего мы еще не видели других играх подобного или смежного жанра простая мясорубка однако это мясорубка тут дико атмосферно поэтому игровой процесс увлекает сразу как видите тут у нас есть персонаж выбранный нами в самом начале игры десятка таких же как и положено каждый со своими особенностями соответственно подходом к игровому процессу есть классическое разделение на танков ловкачи и магов но тут все перемешано так что смотрится вполне свежо ну и по доброй традиции я взял мага однако в один момент я выбил кристалл благодаря которому можно открывать новых персонажей в кузнице героев и подумал что надо бы и других тоже попробовать и как же я рад что сделал это игра за разных персонажей сделана действительно по-разному конечно да корневой геймплей везде один и тот же ты носишься задним голубом от толп врагов наседающих волнами отстреливаешь их всеми возможными способами но каждый персонаж делает это по-своему изящно и стильно вообще слово стильно как никакой подходит этой игре этого я еще коснусь так что кроме мага я пощупал стимпанковского стрелка гектора и местный лолипоп с кнутом по имени аня чуть не забыл тут славянизмом прет из всех щелей есть а не есть маша и король вукашин что вообще похоже на современную фамилию а самое главное исчезнувшие боги это дашь бог перун и велес вот так вот неожиданно честно говоря и все же несмотря на весь этот налет славянизма ничего славянского атмосфере игры нет по атмосфере на нечто среднее между dark souls есть такие найти гнетущие нотки и диабло ну так вот пощупал я трех персонажей все понравились особенно аня аню я долго щупал теперь вот желаю остальных посмотреть но для этого придется потрудиться кстати очень удобно то что любого героя прежде чем открыть можно обкатать в обучающей миссии ну так вот возвращаясь к процессу по факту вся игра сводится к тому что ты бежишь из точки а к точке б и на определенных скажем так перекрестках на тебя нападает волны врагов перед концом уровня тебя предупредят может вот эта волна последняя волна сейчас начнется жопа жопа и правда начинается враги тебя не щадят пруд толпой как монгола на китайскую стену только успевает стреливать отстреливать приходится кто чем гораздо у каждого персонажа есть основная атака она всегда бьет сразу по нескольким врагам например мак лопит молнии гектор стреляет из дробаша аанька разливает масло на котором враги поскальзываются их переезжает электричка ладно шучу она кнутом машет и так со всеми такая атака не требует перезарядки в отличие от остальных 2 атака мощно и по площади на shift всегда нечто вроде рывка ускорения или еще какой-нибудь там не знаю мега прыжка позволяющего быстро сменить позицию будучи зажатым в углу вражьими мордами кстати да играть можно на геймпаде но я как-то сразу на клавиатуре начал и так на ней осталось управление удобное собственно это наш базовый набор остальное придется выучивать при повышении уровня система предельно проста один уровень одно очко очко можно вложить в новую способность или усилить старую у каждой способности три ступени основные атаки кстати не прокачиваются то бишь прыжок и слабые сильные удары зато вот особенность персонажа прокачивается например кровопийца анушка начинает пить больше крови соответственно больше регенерировать прям как доктор кто только не так эффектно ну и так далее по той же схеме по идее эти навыки тратят ману но честно я ни разу не оказался без запаса магической энергии непонятный момент в игре видимо добавленный напрочь забыт разработчиками да и вообще лишний как по мне все скиллы кидаются по откату новые навыки мы вольны расположить в панели и в полубое применять их всего мы можем взять с собой четыре дополнительных навыка и чем больше разумеется тем лучше и тем удобнее в бою в хаб локации мы можем тасовать их как угодно можем даже делать раскладки и сохранять их но вот на марше не ни так что иногда приходится думать головой особенно на высоких уровнях и на высокой сложности да сложность тут это интересное явление на обычные все было настолько обычно что я даже не мог понять на кой хрен вообще нужны эти самые склянки с зельем здоровья которых мы можем нести лишь девять штук тебя крайне сложно убить но стоило открыть сложность посерьезнее как процесс тут же стал дико интересным и бы тебе наконец бросили вызов особенно нелегко приходилось в узких коридорах где крайне непросто маневрировать учитывая коллизии просто просочиться сквозь врага ты не можешь традиционно чем выше сложность тем больше опыта и круче лут лут также тут очень важен ну понятное дело тут у нас несколько ячеек для экипировки сами же шмотки по классике градируются по цвету ну там зеленый синий сербур малину в крапинку и так далее к слову сбор лута сделан интересно и одновременно с тем неудобно как только начинается бой он становится невидимым ничего подобрать ты не можешь но как бой стихает собирая сколько влезет ничего никуда не пропадает вот именно сколько влезет инвентарь очень быстро забивается мусором а главное вычленить нужный предмет из кучи скарба проблематично дело в том что при попытке взять десятой зелень какой-нибудь шмот вместо денег при забитом инвентаре персонаж будет отнекиваться мол пошел ты нахер я тебе что лошадь ломовая в титан квесте это было сделано удобнее предмет подбирался и тут же выкидывался освобождая подход к другим шмоткам но это мелочь с обычных врагов хороших шмоток не собрать а вот с мини боссов встречающихся в конце каждого уровня или даже боссов это да мини боссы это просто какой-нибудь усиленный моб покрупнее да по цветасти хотя порой с ними проблем не оберешься ибо за ними всегда следуют громадные свиты также накатывающие волнами зато вот боссы да чем-то напоминает дарк соус во первых единственный босс который я встретил забарвался в две стадии во вторых играла шикарная боевая музыка впрочем это особенность всей игры вообще ну и в третьих он был дико жирным притом не сложным а именно жирным я убил минут 20 при этом он не мог меня убить но я его очень долго колупал вот это вот несбалансировано как по мне но боссы явление редкое один на главу а в главе тут куча миссий в конце каждого уровня открывается портал через который подобрал с пола все что уместилось вещь мешок мы возвращаемся в наше между мирье сюжет на это объясняется тем что так как мы теперь дух мы не можем долго пребывать вне нашего рая и должны хотим мы этого или нет время от времени возвращаться к источнику силы по факту мы возвращаемся сбываем шмот прокачиваемся куемся клянемся и снова в бой на новую миссию но с того же места в плане геолокации если иное не предусмотрено сюжетом насчет хаб локации и время провождения в ней чем заняться благородному господину или даме между битвами ну во первых прокачка конечно между навыками как видите есть промежуточные звенья цепи скажем так они дают незначительные прибавки например радиус поражения умений или его длительность а вот конечное звено всегда дает какой нибудь интересный бонус например пять огняных шаров для мага вместо трех выходит что почти у всех навыков есть три ветки прокачки правда очков на все конечно не хватает в случае чего никто не мешает перераспределить их заплатив золотом золото мало того что добывается из врагов прямо от валится пачками так еще и выменивается у торговца на ненужные дребедень которые всегда в достатке за золото купить здесь что-либо невозможно остается только продавать так что как правило в деньгах недостатка нет к слову в хаб локации можно легко переключаться между героями инвентарь у всех общие как и хранилище так что можно быстро посмотреть кому что нужно остальное сбыть но и по ходу игры также можно найти рецепт и выковать какие-нибудь крутые светящиеся цацки помогающие в битвах для этого на поле боя вместе с остальным лутом собирается и материал для ковки ковка кстати тоже анимирована стильно приметы можно не только ковать но и перековывать правда я так до конца не разобрался по какой схеме тут все это работает что тут еще есть есть охотничьи клятвы мол я убью 50 зомби и соберу с них 50 глаз и за это получу какой-то особый предмет и немного денег вот это кстати сделано как-то посредственно и серо знаете не ярко получаешь награду и даже сразу не понимаешь дали тебе хоть что-то или нет хоть бы визуальный эффект что-либо добавили но в целом почему бы и нет по факту это классическое задание в стиле принеси мне 10 жопок паука и получи одну большую задницу но все же геймплей это разнообразие добавляет называется сей челлендж охота тут забавный случай произошел одно из заданий охоты было убить некого мартариона смелого я же прочитал его как мартарион смертный фанаты вархаммер наградикации эту иронию ну и карта карта позволяет нам выбирать задания кстати никто не мешает перепройти прошлое если мы сильно переросли задание в уровне оно становится зеленым если не доросли красным как полагаю других ммо на самом деле никто не мешает выкупить за кристаллы нового героя дать ему крутые шмотки быстро прокачать так как шмот тут привязан не к уровню героя а к уровню божественного наследия так называемого а он тут один на всех персонажей удобно без дураков но и помимо кампании есть и другие задания побочные они также выбираются на карте во первых это сценарии это такие внесюжетные битвы где необходимо что-нибудь сделать например оборонять предмет отбиваться от наседающих толп врагов мою любимое на или просто двигаться по карте с точки в точку попутно истребляя гадов в итоге ты получаешь дополнительный опыт и награду во вторых есть уничтожение это как обычная миссия только в конце появляется крутой мини босс убить которого порой также непросто как и босса зато в награду ты получаешь кучу кристаллов персонажей и прочего не менее эпического добра кристаллы персонажей детишки это знаете ли такая валюта местная еще одна у каждого персонажа свои именные кристаллы например вот захочу открыть для своего мага новый скин и раскраску к нему заодно изволь выложить 60 кристаллов минимум да или вот питомцы которые дают маленький бонус тоже изволь покупать это не всегда удобно поскольку по закону подлости падают не те кристаллы которые тебе нужны но тем не менее чтобы начать уничтожение которому больше как раз подошло название охота надо заполучить особый ключ который расходуется при проходе на миссию такие билетик но где он выбивается я так и не понял но где-то выбивается собственно вот так вот хаб локации развлекается есть еще несколько мест еще не введенных в игру который обещает ввести позже возможно сразу во время релиза блин до сих пор не могу поверить что играя в эксклюзивную полную версию игры до ее выхода ну да ладно например вот кабинка сюжетом где походу нам будет повествоваться лор ее пока нет зато сам лор можно услышать во время прохождения кампании если желание то слушать у меня например не было сюжет меня не увлек и являлся для меня лишь неплохой декорацией происходящему все эти исчезнувшие пируны меня не впечатлили в отличие от а не мастерски орудующий кнутом или гектора способного усадить ручную крысу за пулемет между прочим хотя то что монологи озвучены это плюс так понять сюжет много проще если вдруг появится такое желание так вот есть два момента в хаб локации которые я нашел очень интересными во-первых сюжетный момент то как обосновано здесь появление торговцев ремесленников и прочего населения ведь это место по факту загробный мир и чтобы попасть сюда необходимо откинуть коньки и по сюжету мы как раз встречаем всех этих личностей которые не выживают в бою и умирают в стиле продолжаю без меня а потом такие опа а я теперь могу заниматься тем же самым только на более высоком уровне ничего себе это интересно и второй момент геймплейный это быстрый доступ ко всем разделам локации то есть не обязательно медленно бежать на другой конец локации чтобы открыть например карту или начать торговать вверху экрана просто щелкаешь по нужной панели и вуаля это удобно и да если вдруг полутяжких раздумий над сборкой снаряжения ты забыл экипировать оружие отправился в бой то заботливый интерфейс перед боем тебя спросит а уверен ли ты что хочешь с кулаками на толпу демонов лезть а дружок мелочь а приятно откровенно говоря из таких мелочей состоит вся игра например на уровнях разбросаны всякие стены держащиеся на подпорках колонны которые можно обрушить врагам на голову лесопилки с которых можно катануть бревно на врага фейерверки динамит все это отлично способствует сражению и веселью есть и просто благословляющие алтари кузницы и стреляющие ручьи и котлы с варевом кстати все это можно нечаянно разрушить так что хочешь жить дольше будь осторожен время от времени тебе даются быстрые челленджи типа убить столько-то врагов за столько-то секунд или ни разу не выпить зелье за бой это тоже дополнительный интерес подстегивающий действовать эффективнее появляются всякие золотые курицы которых надо защитить или убить летающие бомбардиры бомбы на уровне и то что называется скрытними сундук с лутом который закрывается по истечении времени если ты не успел до него добежать внимание к мелочам это признак мастерства и здесь это как нигде заметно что-то дизайна тут все просто замечательно дизайн отличный как я уже говорил игра стильная всплывающее меню анимации все это сделано красиво и я бы даже сказал изящно по стилистике игра мне сначала чем-то напомнила третий варкрафт уровней по факту не так много однако они не автоматически генерируются а сделаны вручную поэтому выглядят хорошо ведь этот антураж довольно мрачный причем лифт вон даже встречается в общем все с локациями хорошо плюс ко всему окружение меняется например сейчас вот колодец был пуст а после нашествия демонов он заполнен кровью сначала по сюжету ты отвоевал стену и чинил баллисты теперь же на этой стене лучники и баллисты ведут огонь по врагу на заднем плане вообще задники тут часто оживленные что добавляет атмосферности поэтому несмотря на то что бэктрекинг то бишь возвращение воде те же места тут есть его вполне много но часто впечатление от посещения одного и того же места меняется часто но не всегда но нельзя же быть во всем идеальном правда ну и враги также хорошо дизайнерской точки зрения сделаны они красивые интересные иногда они также многоступенчатые помните как в титан квесте например если убить лича то от него остается скелет который продолжает сражаться а после него еще и дух здесь порой тоже у некоторых врагов можно выбить скажем щит после чего они станут менее опасные ну и напоследок очень хочется сказать о музыке и атмосфере они идут нога в ногу и поддерживают друг друга музыка тут шикарно в хаб локации так и и веет каким-то знаете потусторонним холодом что ли явно не такой рай каким бы мы его хотели видеть в мирные моменты также интересная музыка пусть не отражает суть локации нет но зато прекрасно играет на общую атмосферу часто встречаются довольно жутковатые треки но и в бою конечно она становится задорной притом темп у нее не сумасшедший я бы сказал средний как боевой марш вархаммера чуть быстрее разве что и некоторые боевые саундтреки настолько крутые что я с радостью бы скачала к себе но только вот игра на момент написания статьи официально еще не вышла и пока их найти невозможно поэтому записал сам как мог а одна из боевых композиций мне вообще напомнило нечто среднее между темой ферроса из масс эффект первого и первого терминатора момент войны с машинами будто бы такая жуткая поступь врага вот такую музыку так и хочется крошить супостатов и пытаться выжить находясь на пике эмоций тоже касается и звук никаких нареканий к нему нет в общем звук меня очень порадовал а для меня звук и музыка в игре это один из важнейших элементов благодаря такой музыке атмосфера как я уже говорил не похоже на славянскую как ведьмаке даже не близко несмотря на всех этих перунов и прочих она скорее мечется от какой-то непонятной скрытной обреченности как в dark souls к бесконечной мясорубке как в дьявол о чем я и говорил в начале такие вот дела кстати сравнить с dark souls пэган можно еще и в аспекте мультиплеера честно говоря я даже не до конца уверен что правильно понял разработчиков вроде бы это ммо вот и мы может но от онлайна тут остается куцый хвост на сюжетной миссии вроде бы брать людей нельзя есть отдельные задания типа экспедиции осады ласт энда и прочего там да можно ну и в целом так как на момент создания ролика игра официально была лишь в бете то людей тут для игры я не нашел вообще то бишь они были да но они просто проходили мимо занимаясь своими делами не исключено что это такие же обзорщики как и я хотя возможно я сейчас сморозил глупость видите ли почти все встреченные игроки были 30 уровня видимо это пока что потолок и возможно после 30 открывается полноценный онлайн или человеками там не знаю pvp или новый контент а так как я просто не достиг этого уровня я подобного не обнаружил знаете что если так то это явно не повод огорчаться так ведь мне и того что я увидел хватило я наиграл 15 часов этого более чем достаточно чтобы вынести взвешенные решения которые вы лицезрете сейчас да наверное странно играть в ммо в одиночку но мне понравилось что до багов да они были несколько умений работают как-то криво хотя возможно я не понял принцип их работы ведь именно эти умения не были переведены до локализации еще не полный местами текст на английском возможно это из-за особой версии в которую я играл наверняка на релизе это исправят хотя в принципе то версия в которой я играл она как бы есть релизная но все же я уверен что так или иначе это исправят пусть даже и патчами первого дня еще была непонятная проблема со входом в аккаунт оказалось что я не могу войти в игру зарегистрировавшись на русской версии сайта wargaming странно наверняка это тоже сдержки до релизного состояния игры в целом это все что я могу сказать про игру у меня от нее остались только хорошие впечатления наверняка у нее есть минусы которые я не заметил или не учел однако в глаза они мне так и не бросились за два дня игры могу ли я рекомендовать эту игру вам вполне я сам не пожалуй продолжу играть а впоследствии я уверен на нее еще будут выходить новые дополнения и корректироваться баланс ну вы знаете как это бывает лишь бы они не испоганили ничего этими дополнениями и корректировками поэтому если с моего рассказа вы нашли эту игру интересной то можете приобрести ее в стиме и расслабиться напрягаться с чтением или изучением лора вы вряд ли будете а вот адреналинчику она вам подкинет будь здоров за сим откланяйся ребят мне видите надо спасать перуна и прочих дашбогов так что до скорых встреч и да если будете играть как я за мага не забудьте помыть руки перед колдовством иначе лута не будет примета сам придумал а